Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Я знаю, что у многих из вас в садах розы стали захватчиками. Без роз не обходится практически ни один сад. Многие из вас укрывают розы, многие из вас оставляют и накрывают в течение зимы снегом, это всё очень хорошо. И сейчас пришло то время, когда просто необходимо ехать на дачу, а если вы там живёте, тогда и тем более, прям сразу выходить к розам своим, к своим укрытиям и тут же их открывать. Но открываем мы розы не сразу, не сразу, запомните, ради бога, запомните, пожалуйста, розы открываем за несколько раз. Вот сейчас, пока ночи холодные, пока ещё морозные ночи, днём температура колеблется то плюс 2 градуса, то плюс 7 градусов, но ночью всё равно морозы, мы с вами что делаем, только приоткрываем, приоткрываем торцы, вот берём и загибаем вот таким образом торцы, фиксируем, конечно, это, ну, можно зафиксировать верёвочками, можно зафиксировать, предположим, степлером. Ну, вот давайте сейчас возьмём степлером, так, чтобы понагляднее было, вот так мы сейчас сделаем. И с этой стороны мы закрепляем так, чтобы с одной стороны у нас чуть-чуть проходил воздух, и с другой стороны тоже самое, чуть-чуть приоткрываем. В конечном счёте можно взять какие-то рейки, планки какие-то взять, взять, например, вот таким образом, да, сейчас я переверну, и намотать просто на рейку с торца и каким-то образом зафиксировать, ну, скажем, вот сюда поставить камешки, например, да, или какие-то, опять же, рейки поставить. Вот так, чтобы здесь оставалось у нас примерно где-то сантиметров 15 расщелина такая, чтобы воздух просто проходил нормально и избавлялась атмосфера от лишней влажности. Конечно же, мы сразу с вами сейчас должны провести ревизию наших растений. Что мы делаем? Приоткрываем, в хорошую погоду, когда тепло, когда солнышко светит, мы приоткрываем, берём в первую очередь лопату. Итак, лопаткой мы берём и делаем обязательно отводные канавки, если мы видим, что в области выхода растений из почвы у нас образовались какие-то заглубления, где может скапливаться вода. Поэтому мы обязательно приподнимаем своё укрытие, если это с сеткой, если без сетки, то ещё проще. И просто-напросто мы отгребаем почву, делая канавку. Делаем канавку так, чтобы вода вся лишняя отходила. Что мы дальше делаем? А дальше мы смотрим на сами наши розы. Всё-таки, как бы мы ни укрывали, какая бы зима ни была, как бы они ни перезимовали – хорошо. Всё равно есть какие-то веточки, которые у нас сломанные. Есть веточки, которые вдруг подверглись каким-то заболеваниям, скажем, стали коричневого цвета. Вот эти веточки мы с вами должны обязательно удалить. А перед этим мы должны обязательно убрать все листья, которые у нас могли оставаться с осени. Вот мы удаляем. Обрезку практически сейчас мы не делаем, только удаляем больные. Все кусты посмотрели, удалили. Обязательно всё это выгребли из-под растений, чтобы это ничего не оставалось. Ни листочки не оставались здесь, ни эти веточки обрезанные. Всё удаляем и сжигаем. После этого мы с вами должны обработать, предположим, взять медь, содержащий какой-то препарат, и делаем раствор 1%. Это значит 1 грамм, скажем, меди, например, медного купороса на 100 граммов воды, или 10 граммов на литр воды. Берём, одеваем перчаточки. У кого есть очочки, очочки одеваем. И опрыскиваем наши растения. Опрыскиваем и растения, и почву, избавляя от основных грибных заболеваний. Очень тщательно мы должны опрыскать все растения. Но тепло на улице, это не сложно совсем сделать. С торцов, может быть, удобнее будет вам проводить эти опрыскивания. Если нет сетки, то тем более очень удобно это всё делать. И накрываем опять укрывным материалом, оставляя наши приоткрытые торцы. Оставляем. Недели через две мы с вами должны будем приподнять уже наше укрытие с боков. То есть по всему периметру. И оставить опять так же. Опять так же оставить где-то порядка 10-15 сантиметров щелку. Вот в этот момент очень опасно солнце. Поэтому наши растения находятся под солнцем. И вы смотрите, если вдруг растения ожили, пошли сильные побеги, а почва ещё у вас будет холодной, ледяной, то в это время, пожалуйста, уж проведите согревание почвы. Возьмите водичку, нагрейте, налейте её в леечку. И из леечки пролейте почву. Почва согреется. Корни начнут уже по-настоящему работать. Мы как следует согреваем почву. Почву мы согрели тёплой водичкой. Корни ожили. Стали давать соки в верхнюю часть. И таким образом верхняя часть и нижняя часть, которые в почве находятся, придут в равновесие, корни начнут обеспечивать нормально растение питанием. И в это время мы с вами можем внести какие-то долгоиграющие, как вы называете, удобрения. Обязательно их заделываем в почву. Грабельками, лопаточкой или какой-то вилами, может быть, заделываем. И эмульчируем почву. Постепенно, только к маю месяца, мы приоткрываем розы практически полностью. А некоторые, я знаю из вас, оставляют даже вот такую маленькую полосочку сверху, чтобы жгучие лучи полуденного солнца не обжигали всё-таки вот эти нежные росточки. И только потом, уже когда мы видим, появляются красивые большие побеги, толстые, жирные, с листьями, мы, конечно, это укрытие снимаем, и снимаем это укрытие, конструкцию саму, и наши розы остаются в красе. Нам очень удобно за ними ухаживать. И я уверен, что если вы сделаете это всё своевременно, постепенно, не спеша будете приоткрывать розы, то они вас порадуют своим цветением в тот период, в который должны цвести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok